значит мои предварительные соображения вы можете смело меня останавливать вообще-то лекцию, но вы же смело меня останавливаете, что-то непонятно, не оставляйте это непонятым, вас не так много реально, хотите, боюсь будет еще меньше, то не оставляйте непонятым, спокойно меня прерывайте, спрашивайте всегда можно обсудить ну, тема первого занятия всегда предсказуема это предмет той науки, которая вы будете знакомы в данном случае предмет философии можно на первое одно место оставься, чтобы меня видно было аккуратно предмет и предпосылки философии предметом философии является бытие в этом трудность изложения на первом занятии предмета какой-то науки потому что об этом предмете пока еще ничего не сказано а мы его уже определяем например, если вы изучали биологию, то преподаватель начал бы с того, что предметом биологии является живое но вы еще ничего не знаете, вы еще не изучали биологию совсем вы ничего не знаете о живом и чем он отличается от неживого но вам уже говорят, что предмет им является живое в этом трудность любого начала поэтому нам приходится опираться лишь на смутную интуицию вы ничего не знаете о признаках живого но у вас есть интуиция что вы живое а это нет так и здесь говорят, что предметом философии является бытие я еще ничего об этом не сказал но я опираюсь и доверяю вашей интуиции что у каждого человека есть интуиция бытия но эта интуиция очень смутная, надо сказать иногда бытие это полнота жизни ура, я существую моя жизнь полна она наполнена, она насыщена мне куда палец просунуть вот это жизнь, вот это да а иногда ощущение бытия возникает среди неудачи, потери потому что у человека ничего не осталось вдруг ясно познаешь, понимаешь, что осталось только то, что не отнять он существует интуиция бытия очень смутная, но она есть и когда я говорю, что предмет философии является бытие что-то вы понимаете если это наша задача в течение всего курса лишь раскрыть эту интуицию чтобы она становилась все более определенной и понятной и интересной для вас сами чтобы говорить о бытии, его надо определить а как говорили римляне, определить значит ограничить если мы предположим, что все является бытие все то предметы нет тогда философии нечем заниматься а что может ограничить так же как если все живое, то биологии нечем заниматься а вот если живое и не живое, то у биологии есть предмет как можно ограничить бытие чем чтобы оно стало определенным и могло быть предметом изучения еще раз повторю, если все одинаково существует, то о существовании бытии не приходится говорить чтобы говорить, надо как-то ограничить чем можно ограничить бытие? Согнать его в рамки жизненных, каких-то человеческих не знаю, человеческой жизни скажем что значит согнать в рамки человеческой жизни? а вы хотите смертью ограничить бытие? почему нет? ну придумать что-то обратное не бытие есть же такое выражение уйти в небытие? есть может быть придумать какое-то четкое определение что например есть на нашем бытие что нет, тогда мы ограничим его но уйти в небытие, извините по порядку уйти в небытие это не значит встать в небытие уйти в небытие означает что ну или забыт да? можно даже не убить, но забыт совсем забыт может быть что-то было мольное и смертью? может быть вы видели что-нибудь главное в жизни, основное? что было бы некой путеводной звездой для всех людей в целом? без чего нельзя прожить и назвать это бытие? то есть выделить главное и не главное, да? у каждого человека есть, конечно, свои рамки что для него главное, что для него очень не главное но есть такие принципы, которые не уходят, не стареют человек их никогда не теряют, даже если он о них постоянно не думает то есть он у него существует в неком подсознательном состоянии для всех но я не согласна, потому что времена меняются и в каждое время принципы абсолютного входят на нет так что вряд ли ну да, что было нормально в один век, в одно столетие то уже ненормально там другое или наоборот то есть трудно если понимать под бытием смысл жизни то трудно это не смысл это трудно, слишком изменчиво от человека к человеку, от века к веку от этой же эпохи он сам смысл жизни может замениться от возраста кстати, да и от цвета волос, разумеется от случайного взгляда случайного человека получается, что бытие ограничивается все-таки небытием но трудность заключается в том, что небытия нет а как если там вот что-то существует, а потом взять и вообще его с лица земли убрать? сжечь? это не так что за? останется пепел есть закон сохранения массы энергии, к сожалению а если жечь пепел? а если съесть пепел? а если съесть пепел? он останется ну ты же с темой человеком обратить небытие, значит съесть прекрасно и сначала будем удачного что-то 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 говорить приходится скорее о родах бытия поскольку не бытия нет то а бытие что-то определенное что нас волнует что с чем занимается села сосья от века это роды бытия есть разные виды существования и это объективно это объективно человек может забирать между родами бытия но объективно существуют разные роды бытия например существование души и существование тела это разные роды бытия существование жизни и существование мечти этоrig través разные способы существования это объективно вы живете мечту я при этом спойшу действительность но это что? означает что для вас мечта это действительность то есть вы выбрали род бытия И ни в коем случае нельзя впадать в морализаторство, и в этом ошибка вот такого предположительного ответа, что бытие – это смысл жизни. Мы невольно впадаем в дравоучение. Вот это важно, слушай меня сюда, это важно, а это нет. В этом опасность, и большая опасность такого рода смыслов жизненных определений бытия. Мы не будем учить, что впадать в мечту – это хуже, чем жить в так называемой настоящей жизни. Этого делать мы не будем. Но мы понимаем, что существование в мечте и через мечту – это один род бытия. А существование в так называемой действительности – это другой род бытия. Итак, не говоря еще ничего определенного, мы что понимаем? Что есть роды бытия. Существование души и существование тела. Существование мечты и существование жизни. И может быть что-нибудь еще. И поэтому предмет философии является определенным. Небытия, конечно, нет. Но бытие неоднозначно. И перед человеком часто встает вопрос не просто это или это, а этот род бытия или этот род бытия. Когда человек уходит в мечту, он выбирает не предмет. Потому что вот вы в действительности, вот я о вас мечтаю. Предмет тоже. Он выбирает не предмет, он выбирает род существования для себя. Помните, у раннего государства вы мечтатели, да? Которые живут мечтой. Для них это действительность. Они так решают проблему существования. И мы их судить, разумеется, не станем. Каждый сам для себя выбирает, решает вопрос бытия. Давайте различим два первых философских понятия. Ну, первое понятие – бытие. Самое первое и самое главное для философии. Но следующие два понятия будут, наверное, сами важны. Это сущность и существование. Сущность – это то, что из себя представляет вещь. Сущность – это то, что из себя представляет. Каковы его свойства, законы, причины. Это всё «что». Сущность – это калька с латинского «квидитес». Буквально латинское слово «квидитес» означает «что есть». Просто в латинском это очень важный термин, поэтому существует существительное – «квидитес». В русском языке такого существительного нет. Поэтому придумываем слово, которое отчасти, ну, является калькой. В русском так не звучит, так никто не говорит «что есть». Но чтобы передать латинское слово «квидитес», мы говорим «что есть». В русском существительного такого нет и, может быть, недостаток. Ну, объяснить недостаток. Может быть, и нет. Особенность русского языка. А существование – это вопрос «существует ли и как существует?» Именно вещь? Ну, то, что имеет существо. Весь человек, я не знаю. А существование разве отвечает на вопрос «как?» Разве не важно «как» существует? Если мы сказали, что существуют роды бытия, то к какому роду бытия относится данная, ну, широко говоря, вещь? И это очень разные вопросы. Совершенно разные. Если мы возьмем русалку, то, с точки зрения «что?» Это очень понятно. Головка, бьютия, хвостик – всё понятно. Но вопрос «существует ли русалка?» И в каком смысле она существует? Этот вопрос оказывается громадной сложности. Так просто к нему не подойти. Ну, то, что русалка – это с точки зрения сущности просто, это, конечно, я глупость сказал, потому что это очень сложно и интересно, в какой мифологии, почему она возникла, как этот образ развивался, как он отразился в культуре. Всё это страшно интересно и страшно важно. Но всё это к вопросу «а что?». И никак он не связан с вопросом, вот, человек погулялся в эту мифологему русалка и всё один изучил. Откуда, как, почему, куда, чем связано, у каких народов, насколько значимый образ, беженый всего-то, и вот так тихонечко, так, критика, слушай, а существует русалка? Он очень расселится, этот человек. Потому что это вопрос не к нему. Это совсем другого рода вопрос. Это чувствуется сразу. Математик изучает числа, он всё о числах знает. Их свойства, законы, их числа бывают положительными, отрицательными, рациональными, иррациональными, подчиняются действиям сложения, умножения. Он всё знает о числах, сколько можно, можно знать. Ну, а если математику спросишь, а существует? И в каком смысле? И понятно, что число – это что-то такое, ну, не камень на дорогу. Что может быть, это игра, математика, может быть, это вообще выдумка какая. Человек взял и вывел формулу пустой вселенной. Вот она, формула. Она есть, как в формулах. Математическое выражение – она есть. Какое видоспределение в существовании? Какого рода этого существования? Нельзя сказать, что этого нет. Перед нами стоит вопрос, в каком смысле существуют русалки, в каком смысле существует чувство. Но ни математик, ни историк этим заниматься не будет. То же самое, скажем, историк Нраалов. Очень быстро он выясняет, что в разных местах и в разных народах совершенно разные представления этого двоеженства. Это очень важно. Если в Европе две жены – это много, то в Азии две жены – это мало. Если в Европе двоеженство наказывается, то в Азии двоеженство презирается. Ну, не мужчины – это такое завершение. Спартанцы, когда бросали несовершенных физических детей со скалы, они это делали не как прископную необходимость. Они делали это торжествующе и с огнем в глазах, потому что это была божественная воля. Это был божественный ритуал. Они были карты. Они были уверены в своей правоте. Ну, об этом можно говорить бесконечно. Но если представление о добре так разнится от места и времени, то сам собой поднимается вопрос, правда? А существует ли доброе зло? Или это все-таки условность, зависящая от времени? Или игра некая? Какая-то социальная коллизия временная, которая сменится на противоположную через век. Есть ли добро и зло в таком случае? Вопрос совершенно очевиден. А ответ не очевиден. Ответ требует целой науки. Опять же, если вы историка спросите, существует ли мораль, Свою историку вас отошлет далеко. Ни один историк этим вопросом уже не за заниматься местами. Это не его дело. Ну, далеко, в смысле, философу отошлет. Таким образом, все остальные науки, кроме философии, занимаются сущностью. Только философия существовала. Еще раз, одно дело сущность русалки, другое дело существование русалки. Совершенно разные вопросы. Иногда шутят, когда говорят, что у философии нет предмета, потому что она занимается всем. Это верно, но только отчасти. Философия занимается действительно всем, но не с точки зрения сущности, а с точки зрения сущей слова. Поэтому, хотя предмет философии всеобщий, потому что все существует, так или иначе. Вопрос в том, в чем разница. Поэтому, хотя предмет философии всеобщий, но тем не менее он ответственен. Есть еще одна область человеческого духа, кроме философии, которая занимается бытием. Какая область человеческого духа, кроме философии, также поднимает проблему бытия? Может, психология? Нет, психология одна из конкретных наук. Она занимается что? Человеком как что? Все, можно знать о себе, и все о море небе. История? История – это тоже совершенно положительная наука, которую изучают. А вера или... А вот это вернее. Религия. Религия. Религия поднимает так же, как в философии, проблему бытия. Потому что Бог любой религии – это и есть бытие. Иудеи спрашивают у Бога «Кто ты?» Надеясь получить в ответ некую сущность. Например, я – разум, я – справедливость, я... Ну... Много чего могу сказать. Я – твое спасение, там еще что-нибудь. Я – милосердие. Но... Человек, задавший этот вопрос Богу, получает не тот ответ, на который он рассчитывал. Вопрос был «Кто ты?» А ответ «Я – Един Сущий». «Я – Тот, Кто Един». Бог – это бытие, и только в Боге можно обрести полноту бытия. Такой взгляд любой религии. А вы верите в Бога? Ладно. Я говорю, в Бога я женат, я... Что это еще? Поэтому в христианстве сатана определяет... Мы будем о религии говорить более подробно, это часть нашего курса. Сейчас я... Ну, всегда первая лекция, я уже сказал, о трудности всякого начала. Приходится очень опираться на очень поверхностную вашу интуицию. Которую еще предстоит развивать и определять. В христианстве поэтому сатана зовется князь мира всего. Не только князь Тиму. Это как бы понятно, банально. А князь мира всего. То есть хозяин и владыка мира. В каком смысле? В том смысле, что сатане подвластны все сущности. Он может дать все. Власть, деньги, женщин, лошадей. Все, что угодно. Но он решен бытие. Он решен бытие. Бытие только в Боге. Поэтому, когда человек отдает душу дьяволу, он получает все. Потому что дьявол князь мира всего. Но только со стороны сущности. Правда, душу дьяволу, и человек через дьявола, через сатану получает власть над миром. Но теряет бытие. Теряет чувство и сознание бытия. В русском языке поэтому сатана еще зовется бес. То есть бескусие. В каком-то смысле сатана это все могущество. А с другой стороны дырка. Бес. Чистая адреса. Понять это можно только различив в голове своей. Различив сущность и существование. Поняв, что это разные вещи. Разные вопросы. Простите, пожалуйста, можно вопрос? Боже, Он нам тоже, можно сказать, все дает. Мы, допустим, подумали, через некоторое время это сбывается. Но тогда получается, что Бог тоже без бытия, потому что Он тоже может дать нам все как из сатана. Разве нет? Это сложнее. Я наставил, чтобы Вы задавали вопросы, которые возникали. Но в данном случае мы обережаем. Чтобы говорить о религии серьезно, я даже говорю специально. Мы должны немножко в нее уехать с вами. Сейчас очень производительный разговор только ради развлечения сущностей и существования. А в какой мере Бог дает нам и сущность, и существование, мы будем разбираться, когда дойдем до религии. Будем обязательно. А может, пока по теме дополнить? Просто как раз по этому вопросу, то, что мы подумали, то, что мы попросили, оно обоздается в какие-то моменты. То есть это очень тяжелое. Просто как бы в какое-то время был вопрос священнику как раз по данной теме. Он сказал, что единственное, что Бог может дать, это силы для того, чтобы мы это осуществили. Если это действительно того стоит. То есть оно предметное. К ним подходили, к священнику спрашивали, возможно ли помощь в чем-то. Он сказал, что этого давать никто не будет. Вам будут только силы и спокойствие для того, чтобы что-то преодолеть. Ну, схема действительно. В самом деле, схема. Но священники такие же люди, откуда они знают? А вот именно так. Волны, что вам сказать. Остаемся на интуиции и сущности существования. А священников мы обсудим. Когда придет время. Просто почувствовать разницу между сущностью и существованием. Бытием занимается тоже религия и философия. Она занимается, разумеется, по-разному. Религия предполагает веру и череп веру при общении с людьми. А философия – разум. Чистую, ясную, обоснованную мысль. Религия, говоря общо, движется таким образом. Религия, серьезная духовная традиция, никогда не отрицает разум. При этом. Ни в коем случае надо противопоставлять веру и разум. Ни одна религия, ни священник этого не сделает. Но опять же, исторически были в средние века люди, которые… Один епископ говорил, веру ибо нелетво. А те люди были, которые отрицали разум. Верили, сломали. Но в целом, люди всегда есть люди. Люди бывают разные. Христианцы бывают разные периоды. В целом, если говорить о любой духовной традиции, не только христианской, разум не отрицается. Но в религии, вере, движение происходит так. Уверовал и через это понял. А в философии, наоборот, понял и убитился. То есть, в некотором смысле убежал. Это разные дороги. И мы, разумеется, будем двигаться по дороге философии. А никоим образом не религии. Итак, предметом философии, если оставить в стороне религию, религию только философией являются бытиями. Но философия возникла довольно поздно. В Европе философия возникла в 8-7 веке до нашей эры. До этого люди, человечество существовало тысячелетия. И поэтому правиломерно задать вопрос, а что? Проблемой бытия стали заниматься только в 7 веке до нашей эры. А до этого жили люди абсолютно равнодушные и не догадывающиеся о том, что есть проблема бытия. То есть пока не возникли профессиональные философы, люди как бы и не... Это смешно получается. Этого просто не может быть. Поэтому необходимо не прямо приступать к истории философии, а ответить на этот вопрос, на чем боитесь в воздухе и получится плохо. Ответить на вопрос о предпосылках философии. Или как люди ставили проблему бытия до философии. Ведь не могли не ставить. Но как ставили этот вопрос, философия ставит его прямо. Как наука. А до философии. Поэтому мы и формулируем первую тему занятия предмет и предпосылки философии. Если говорить о всё широко, то предпосылкой философии служит язычество. Как они пытались объяснить все явления природы? Нас интересуют, как они пытались объяснить проблему бытия. Ну, тоже самое с этим связано. Почему то явление, почему другое, почему я существую. Что такое язычество? Да, есть одним словом многобожие. Многобожие существуют в самых разных видах. Есть язычество скандинавское, которое отличается от греческого. Есть сильно отличается, решительно отличается. Есть язычество восточное, китайское, японское. Есть славянское язычество. У нас с вами не курс истории верования или конкретной мифологии язычества. У нас курс философии, поэтому мы возьмём язычество как бы по существу, вне всяких различий. Это может показаться абсурдным, потому что, ну как это абстрагироваться от различий, скажем так, скандинавского язычества и греческого? Как? Слишком не разные. Греки плакали о своих покойниках, а славяне веселились, потому что отправляли в лучшую нишу своих умерших. Как от этого можно абстрагироваться? И тем не менее, мы попробуем это сделать и попробуем получить удовольствие от того, что мы мыслим как бы чисто. Мы просто берём понятие многобожие. Просто понятие, забыв, какие именно боги имеются. Но мы возьмём конкретное, наиболее развитое и представленное, и нам хорошо и лучше всего известное, язычество – это греческое язычество. Но только в качестве примера. Поняли, да? Только в качестве примера. Мы не говорим о греческом язычестве, но мы берём материал греческого язычества просто потому, что нам более известен всем. Мы же все славяне и лучше всего знаем, чем греческое. Это факт. Так наше образование построено. Нас так в школе учат. Это вообще так. Все картины в армитаже в русском музее посвящены сюжетам и греческой мифологии. Так получилось. Но только как пример. Итак, много Божьего вдумались. Сели, подумали. Подумали, подумали и поняли. Бред. Потому что что такое Бог? Это абсолют. Неправда. Это начало и конец. А теперь скажите, пожалуйста, сколько может быть начало? Разумеется. Сколько может быть абсолютов? Два, три абсолюта. Конечно, они после этого абсолюта. Если перед нами два начала и три конца, то какие же они начало и концы? Понятно, что два начала – это уже не начало. А. Звучит это так, как звучит много боли. Круглый квадрат. Бред. Бред. Опасность вдумывания. Потому что мы повторяем, что такое язык, что мы должны. Я очень рад, что вы затрудняетесь в таких вещах. Мы привыкли говорить это слово, совершенно не задумываясь об их смысле. Иногда, когда задумаешься, пожалеешь. Но словам же тоже люди придумывают значение. То есть, может быть, боги означали что-то другое, нежели сейчас для человека с монотеистической религией значат это слово? Да нет. Боги были боги. Афродиты что, не бог? Ну, может, их не воспринимали как абсолюты? Воспринимали. Опять же, от времени меняются представления. Им служили. Им служили. Им служили. И потом, время над нами с вами не властны. Мы работаем с понятием многобожием. Афродиты лишь пример. Как можно отрицать, что Афродита – бог? Ну, Аполлон тоже бог. Ну, слово бог-то придумали люди. И потом уже вложили в него определенные отмечения. Но значение, которое вложили в любви – это Абсолют, Афродита – Абсолют. Абсолютно. Но она же Абсолютно… Разве она кому-то служит? Разве она кем-то ограничена? Зевсом. Да, да. Зерховный бог. Все равно уже есть Зерховный бог. Вас оборвали. Что вы говорите? Я уже не помню. А, вспомнила. Я хотела сказать, что каждый бог – это же, получается, ну, вот, абсолютно, он в определенной сфере, как бы, но вот, как сказал молодой человек, у них же есть Верховный бог, значит, все хорошо. Вот умница. Вот умница. Вот умница. Бог в абсолютной сфере. Посмотрите, Афродита – богиня любви и красоты. Аполлон – бог науки и искусства. Любовь – это страсть, а наука – это истина. А кто бог закона? Афина. Афина – богиня закона. Афина – это закон. Скажите, любовь – это разумно или неразумно? Неразумно. Афина – это ваш личный опыт, я вообще не спрашиваю. Афина – это что такое любовь? Афина – это Афродита. Афина – это nest. Тут нет сомнений. Афина – это разумно или неразумно? Вопрос не имеет. Афина – это всего несколько сторон всегда. Афина – это же вопрос, одним ответом никогда не ответишь. Афина – это вопрос. Афина – это вопрос не имеет смысла. Ясный ответ. Нет разных. Если вопрос не имеет смысла, как вы предлагаете разные ответы на него. Любовь неприложима к разумности и неразумности, истине или лжи. Любовь – это любовь. Любовь – это слово. А? Любовь – это слово. Ну, какое-то срочно там есть, да? Ну, для каждого он свой. Пусть. Пусть, конечно. Мы говорим вообще. Для всякого человека. Любовь. Поставьте вот этот вопрос. Любовь – это истина или ложь? Ну, глупо. Для всякого человека глупо. И для греков, в частности, герои греческих трагедий, влюбленные, охваченные страстью, охваченные пылом, они совершали всякие безобразия, нарушали все законы, совершали величайшие подвиги, но поставить вопрос – любовь – это справедливо или несправедливо? Да, в каком смысле, любовь – это справедливо или несправедливо? Ну, совершил я подвиг ради любви, совершил безумство. Я подхвачен любовью. Нельзя меня судить – это истина или не истина. Глупо. За всякого глупо. Даже нельзя сказать – любовь законна или незаконна. В каком смысле? Охваченную любовь я могу нарушить закон, тогда на меня обрушится Афина, но не Афродита. Я могу сделать величайшую глупость, тогда на меня расселится Аполлон, но не Афродита. Афродита останется равнодушным к суду Афины, к суду Аполлона. Потому что она – сама любовь. Даже Аполлон – сама мудрость, а Афина – сама справедливость, законность. Каждый бог существует, как вы заметили, угадали. Ничего плохого там слова нет. Каждый бог в своем смысле. Каждый бог в своем смысловом мире. Мир любви никак не ограничивается миром разума. Понимаете? Афродита – бог. Не скорьте, не сомневайтесь. Все правильно. Существует многое Божие. Оно осмыслено. Потому что Афродит действительно Бог, который никак не ограничивается. Ни Аполлон, ни Афина. И то же самое Аполлон. Так у вас в каждой своей области, а не Абсолюта. Да. Да, поэтому я говорю, что язычество – это не бред. Было бы странно. Вот только вся культура любого народа. Как я уже сказал, язычество было бы странно, чтобы это казалось бредом. Но мы должны разобраться, что это значит, слово многобожие. Не опираясь ни на какую конкретную мифологию. В любом мифологии, в любом многобожии, каждый бог есть бог свою. И вот тут Зевс. Зевс, конечно, зовется отцом богов и царем богов. Но на самом деле он зовется так потому, что он воплощает силу и власть. В этой области он так же абсолютен, как Афродита любви, а Аполлон мудрости. В его длани молнии, в котором нет соперничества. Но скажите, может Зевс научить Афродиту любви? Нет. Разумеется, Аполлона мудрости. Конечно, нет. Поэтому он отец и царь богов не в том смысле, что он их объединяет. А в том смысле, что он просто один из богов. Он просто эта сторона, эта власть и сила. Что представляет собой Зевс за пределами власти и света? Сластолюбивый дурачок, без конца изменяет своей жене и бегает по богиням и женщинам землям. Он что, справедливый? А почему так? Потому что сама идея силы и власти не предполагает ни разума, ни справедливости. Нет, хотелось бы, чтобы владыка был разум и справедлив. Но сам смысл власти – это нечто иное, нежели смысл мудрости или смысл справедливости. Так же, как Афродита и Гера. Афродита – любовь, Гера – семья. Ну скажите, смысл любви как относится к смыслу семьи? Да никак. Любить может быть семей и вне семьи, в равной степени. Потому что власть может быть разумна или неразумна, справедлива или не справедлива. Любовь может быть семей или вне семьи. Любовь как смысл безразлична смыслу. Они случайно могут совпасть. Но случайно. Никакой необходимости семье идея любви не несет. И наоборот. Семья может быть прекрасной и с любовью, и без любви. Поэтому у греков стоят разные храмы. Разные храмы. Храм Герия и храм Афродития. Извините, а как можно храмов стоять без любви? По расчёту? А это будет семья, это будет сожидаться с вами, не знаю. Да. Он может любить не только, например, с умом. Он может любить там, например, что угодно в этом мире. Просто если человек любит другого человека, он вкладывает в него силы, и он как бы пытается создать что-то вместе с этим человеком. И на этом поне возникает семья. А если человек не любит этого человека, он не будет с ним создавать семью, и ему не будет параллельно. А как же, если вспомнить? Ну, скольких случаев. Немножко, буквально, десять лет назад была такая, ты выходишь за него, и никаких вопросов. Включение слова «семья» изначально – это ячейка общества. Да. Никакая, если вы ему не будете. В принципе, вы любите никакой личности. И тем более, вам просто пытались объяснить, что каждый год заразно отвечает. Да, вы опять просто смешиваете свой личный опыт с опытом. Человечество – не личное. И ваш вопрос сродни вопросу «А как власть властителю может быть идиот?» Ну, как это возможно? Что же за такой власть? Ну, в Генцов-Ворде, да, конечно, бардак, а не власть, получается. Но смысл власти и о чем? Смысл власти безразличия – смысл рождества. И смысл семьи в этом же смысле – безразличия – смысл любви. Север Дзер стал главным богом, потому что он убил своего отца Кроноса. Поэтому он был самым сильным. Он своего брата управлял в ад управлять за ним, а другого он назначил посидором стать властиком моря. Это были три верховных таких бога, грубо говоря. Все абсолютно правильно, но мы помним, да, что мы на Силософии. Они на истории верования. Поэтому мы берем только как пример, не погружаясь в реальную ткань греческого язычества. Это очень интересно, я понимаю, желание. Занимательно, вы больше нигде этим не занимаетесь, то есть больше негде об этом поговорить, а хочется. Поэтому совершенно не надо бояться себя, увлечения каких-то, сказать, лишние. Говорите. Это мое дело удерживать разговор, пределы, чисто философски, чисто логически. Язычество и все. Итак, мы получаем ответ. Что такое язычество? Слава Богу, это не бред. Боги действительно боги. То есть они ничем не ограничены. Но они безразличны друг другу. Как смысл. Как смысл они безразличны друг другу. И поэтому, собственно говоря, я абсолютный. Поэтому и Боги. Нет объединяющего Бога. Здесь совсем не то. Здесь просто один из смыслов. Просто смысл – это власть и сила. И все никакого другого значения не имеет утверждения, что на тесто лица. Нет единого Бога. Нет единого мира. И нет поэтому единого смысла. Понимаете своеобразие типа сознания? Люди различаются ведь не только внешне. Нарядами, кухней, обычаями. Люди различаются способом думать. Мы привыкли к тому, что в мире есть единый смысл, единый Бог и вообще мир нечто единое. Мы уже потеряли язычество как основу своего мира понимания. Нам, по сути, это уже непонятно. А что именно нам непонятно? Ведь представьте себе. Как вы думаете, у язычников есть совесть? Нет? Чуть-чуть наивно буду давать определение совести, по крайней мере, христианцы это иначе понимаются. Но давайте дадим первое определение совести, которое, на самом деле, разделит силы. Все вы и все мы. Совесть – это преобладание одного смысла на другим. Совесть – это преобладание одного смысла на другим. Я хочу показать, насколько мы с вами далеки от язычества. как способа понимания иначе. А то есть у них все-таки не было совести? Конечно. Откуда? Ведь все боги – боги. Понимаете, совесть предполагает иерархию смысла. У меня все язычки смыслов не присутствуют. Особенно вах. Но у меня иерархия. Я сначала послужу Аполлоном. Попишу диссертацию. А вечерком предам собаку. Потому что все-таки Аполлон важнее. Все во мне есть. И семья, и любовь, и война. И все на свете. Как в во всяком человеке, как вы понимаете. Я не осенний лично. Но у меня это все выстроено иерархически. Я сначала на свежую голову послужу Аполлону, науке. А потом уже в амку. Но если я поступлю наоборот. Если с утра хлопну два стакана и сяду у телевизора на диване, я, конечно, хлопну и сяду. Но мне будет стыдно. Вот что верно. И, безусловно, мне будет стыдно. А почему мне будет стыдно? Совесть. Конечно, совесть. То есть, на самом деле, я могу нарушить эту иерархию иногда. Но я не могу это сделать не за совестирующуюсь. Это точно. А им было наплевать только когда? Понимаете, это сложный вопрос, но его обязательно нужно прояснить. Есть предпочтения и есть ценности. Понимаете, вы родились поэтом, я родился воином. Вы служите Аполлону и Аросу по внутренним особенностям, личностным особенностям. Но ценность – это всякий человек, как бы, не из дуальности. Кто-то родился в плотности семьи, кто-то к свободной людьми. Склонность. Личная склонность. Может быть, наше преобладание одно смыслом и другим возникло, потому что у нас есть какие-то обязанности? Для чего там это дело? А если бы вот у нас был бы свободный день, мы бы могли поступить по-другому? В винодельческих районах… Здравствуйте. По-моему, говорим вам вам тоже, поэтому я не реагирую. В винодельческих районах в Греции, конечно, больше ценили вах. А в городе Афины, и говорить не надо кого из богов, больше ценили. Но в районах виноделия никто не считал, что жители Афин ниже их. А в Афинах никто не считал, что винодельцы ниже в гаражах Афини. Так они ниже, просто другие. Просто другие. А ценность – это когда ниже, когда совесть. Совесть – это когда я считаю, что ты ниже, и ты считаешь, что ты ниже. Совесть – это когда я… Совесть, понятно, одна и то же, да? Иерархия ценностей. Это когда воин и поэт смотрят друг на друга как на равных. Оставаясь, конечно, один воин – воином, а другой – поэтом. А когда возникают ценности… Ну, надо сказать, в Риме. Они же тоже язычники. Язычные лечебники от речи не отличаются по существу. Но в Риме семья была выше свободной людей. А воины были выше поэта. И это называется ценностью и совестью. И воин знал, что он выше поэта, и поэт знал, что он выше, он ниже воина. Это значит, что у них не только склонности, но и ценности. По существу я говорю. У нас тоже профессор выше дворника. Так я о чем? Или дворник выше поэта, не важно, профессора. Важно, что ценность предполагает выше и ниже. Важно, что мне стыдно, когда я отдаюсь Бакусу, потому что… У меня не просто есть склонность к Аполлону. Я считаю Аполлона выше. Вак внутри себя считаю. И поэтому, встретив пинчошку, который с утра зайдет в глаза, я понимаю, что он… Да. Пыль. Грязь на дороге. Ну, иначе говоря, куча человек, нежели я. Потому что он такой трезенький и в очочках с газеткой. Различите, пожалуйста, склонности и ценности. У нас с вами помимо склонностей по существу есть ценности. Иначе говоря, есть совесть. А у язычника по существу. Ну, как личности язычники приражные. Кто кого-то презирал, вы понимаете, мы говорим только по делу. Объективно. А объективно язычество не предполагает ценности. Хотя, разумеется, не исключая склонности. Это было не идеологизированное общество. Потому что ценность на уровне личности называется совестью. А на уровне общества называется идеологией. Рим был уже глубоко идеологизированным народом. Хотя язычником. А греки – нет. Греки – это классическое, еще не разваливающееся язычество. И в классическом виде язычество не предполагает ценности. Поэтому в храм Афродиты греки ходили с такой же гордо поднятой головой, как и в храм Неры. А в римляне вместо храма Афродиты появились публичные дома. То есть место стыдное, куда ходят прикрылые лица. Отдельный район. Я ставлю это в кредитную и публичную бумагу. Дубовь. Дубовь есть. И не только в разделении страсти. Почему? Должен вас разочаровать. Еще раз думайте ситуацию. Афродита как смысл. Есть любовь и только любовь. В любовь не входит понятие верности. Кому вам этого не хотелось. Так что в понятие власти не входит понятие разумности. Кому вам этого не хотелось. Да нам, что-то власть. Но не входит. Разное это смысл. Когда Аполлон сам по себе, а Зевс сам по себе. А где Зевса взять ума? Если Аполлон сам по себе. Ну и нету Зевского ума. Он действительно будет довольно туповатым. С помощью ряду. Это же очень любопытно. Греки не боялись насмехаться над своими нападами. Зевс за пределами силы и власти. В пределах он Бог. За пределами силы и власти он почти ничтожество. Неведомый супруг. Глуповатый. Глуповатый. Глуповатый субъект и так далее. Афродита сплошь и рядом попадает в смешные ситуации из-за того, что она любовь. И только любовь. Гефест, который очень насмехал, не то чтобы ревновал, он насмехался над ее постоянными меняющимися романами. Он взял, когда Афродита занималась любовью с очередным любовником, он выковал такую железную легкую сетку, и они вдвоем Афродита с любовником поднялись в воздух и оказались в самом небом положении. Обнаженные ноги, вот этой сетки, свалившие друг на друга. Вот, Гефест позвал всех богов, и все стали хохотать на меня. И таких историй не исчесть. Эти истории писали люди. Греки насмехались над богами. Это были ситуации, которые нам неведомы. Для нас Бог – это все совершенства. А таких нет. А таких нет. Это другой образ мысли. Не другой наряд, не другие обычаи, не другие порядки, а другое сознание. Только у греков так? У всех язычников. Греков, я пример говорю. Снова повторюсь. Только как пример. Мы берем язычество как таковое. И просто из понятия язычества, я предлагал вам получить довольствие от такого чистого анализа, просто из понятия многобожия выводим отсутствие ценностей и насмешанного божия. Просто из самого понятия много божия. Если есть много божия, то откуда взяться совесть? Ведь все боги – боги. Все боги равны. Потому что они боги. И где вы возьмете иерархию? В случае иерархии, когда один бог, то есть один смысл оказывается богом, а второй, так сказать, под богом. Не до бога. Разрушается чисто логическая ситуация. Рушится. Один бог – начало, а другой, так сказать, ответвление от этого начала. Само понятие много божия не предполагает иерархии, а значит, не предполагает ни совести в индивидуальном плане, ни идеологии ващества. Просто само понятие много божия. Само как кола. Раз много божия, значит, все боги – боги. Итак, в многобожию нет единого бога. Ну, и закончу еще одним примером разницы способов сознания. Козмусье привыкли опять-таки говорить дежурные слова о том, что греческая трагедия – это высочайший образец, никем не может быть преодолен. Героиня книжечкой трагедии, узнав об измене мужа, убила своих четырех детей. Своих ее детей. Измельцы. Понимаете, мы можем бежурно говорить, что это классика, что это высочайшие образцы, но мы это не можем понять, согласитесь. Для нас это просто безумие. А что интересно в том, что женщина съехала с катушек из искусства. Вот психиатра звать надо. И мы никуда этого понимания не денете, потому что у нас все равно в душе иерархия ценностей. Какая бы ни была страсть, какой бы ни был пыл, какая бы ни была любовь, но закон выше. И убийство, тем более убийство ребенка, недопустимо в нашем сознании. А это и есть иерархия ценностей, с которой греки не знакомы. По этому греческой трагедии женщина убивает своих детей, охваченная пылом. И у греков, вы должны понять, что у греков нет хороших и плохих. Это тоже в наше сознание не ссунут, на самом деле, если подумать честно. Нет хороших и плохих богов. В нашем сознании любовь – это прекрасно, а месть – это сомнительно. Не так прекрасно, как любовь, по крайней мере. То есть чувство более низкого плана. И надо признать, что мы действительно так думаем. Но у греков не так. Вообще у изучников не так, потому что есть богини в мести, называемые Иринии, которые такие же боги, как и Афродиты. У греков нет плохих богов. Хотя над всеми богами можно смехать греков. Потому что они хороши в своем смысле. Ревность, месть, любовь, справедливость – это пантеон. А в наше сознание это не лезет, надо признать. Потому что оно другое. Какое? Другой вопрос. Мы тоже будем заниматься как-никак, так или иначе. Но очевидно, что другое. И Карт говорил, что образование бывает двух видов. Первый вид – внешнее образование. Когда я изучаю другого человека в том смысле, что у него другие обряды, другие одежды, другая еда, другие обычаи, другая форма власти. Мне это страшно интересно. Это как бы путешествие. Как говорят немцы, путешествие образовывается. И есть другое из образования, когда ты знакомишься с другим сознанием. Что не то же самое, что другая еда. И не то же самое, что другой обычай. Это другое сознание. Дело не в том, что греки, например, греки иначе по ничем не понимали добро и зло. А дело в том, что у них зла нет. О как! Не было плохих по Богу. Мы воспитаны в волне христианства, так или иначе, делим медно сатаной и Бога. Поэтому ревность, она отчасти от сатаны. Но греки не делили на хорошее и плохое. Ещё раз, дело не в том, что греки иначе понимали хорошее и плохое, но дело в том, что у них не было плохого. А это уже не другой образ жизни. И это по-настоящему интересно. Именно этими занимается философия. Отчасти. Всё на сегодня. Спасибо.